Продолжение следует... Жду, пока начнёт всё работать. Смотрю, опять всё прыгает. Надеюсь, что всё будет работать. Добрый вечер тем, кто уже пришёл. Пожалуйста, если меня плохо слышно, напишите мне. Я выйду тогда через телефон. Я хочу сказать вам, что в наше время, когда мы, сидя дома, практически обесточенные, то есть в основном неработающие и не выходящие вообще из двери дома, получаем сообщение о том, что кого-то забрали в больницу, у кого-то есть корона, и кого-то вообще корона забрала в другой мир. По неволе мы все начинаем задумываться. А что там? Там, да, что там происходит? В разных группах всплывает разная информация. Страшная информация, которой вообще трудно поверить, что в наше время может происходить, да, что в Иране жгут больницы, а в Англии, в Америке евреев не дают похоронить по еврейскому обычаю. Страшно, страшно. Но очень многих интересует вопрос, может быть, для многих это главный вопрос, что происходит с душами умерших. Мы все смертны. И куда мы идём? И что с нами будет? И меня спрашивают, мне пишут иногда зрители, и спрашивают, что написано в вашей Торе об этом? Посмотреть написано. А тут видно-видно, прыгает или не прыгает, вроде бы нормально. Я постараюсь прояснить вопрос, который задают зрители. Да, что же там будет с нашей душой? Постараюсь прояснить этот вопрос по мере своих сил и знаний. Наши мудрецы, хазаль, действительно вывели из Торы, из тех или других намёков, что какую-то плату или какие-то наказания наша душа получит в будущем мире. Но самое важное и главное это то, что Тора нам как указание к действию в этом мире, для нашего тела и души, когда они вместе. То есть наше тело и душа вместе находятся только в этом мире. тема «Почему Тора?» Да, тут спрашивают, какая тема у нас сегодня. «Почему в Торе нет указания о том, что в дальнейшем будет с нашей душой?» Это тема для тех, кто вот спрашивает. Я пытаюсь объяснить по мере своей возможности. Когда наше тело и душа вместе, это единственное место, это этот мир. До этого и после этого существует только наша душа. А человеком называется только, когда душа и тело вместе, и мы тут. Всё начинается, и всё кончается у нас в этом мире. Наша Тора – это книга, про которую меня спросили, там не написано о будущем мире. Да, наша Тора – это Торат Хаим, Тора жизни. У евреев в иудаизме вообще отсутствует такой вещь, как воспевание смерти или ожидание её. Есть люди, которые, не дай Бог, болеют, или им просто очень тяжело жить. И у неевреев есть такие, которые говорят, что мы уже хотим, когда в конце концов эта жизнь кончится, когда мы уже освободимся. Вот у нас, у евреев, это делать нельзя. То есть категорически запрещено приближать смерть. Надо понимать одну очень важную вещь, что смерть для нас – это не конец. Душа человека, она вечна, и она не появляется в момент рождения и не исчезает в момент смерти. То есть вот это то, что мы должны взять за аксиому во всей этой теме. То есть наша жизнь в этом мире – это лишь некий этап. Но этот этап, там очень важно понять, этап нашего существования на Земле вместе душа и тело, именно этот этап, он определяет всё дальнейшее, что произойдёт с нами после смерти. только в этой жизни человек делает добрые дела или, наоборот, недобрые дела, злые, да, исправлять причинённые зло. Мы тоже можем только тут и раскаиваться, и после этого что-либо изменять мы можем тоже только тут, на Земле. И поэтому мы стараемся прожить нашу жизнь как можно лучше, ну, в соответствии со своим пониманием добра или смысла жизни. После смерти мы не можем изменить ничего. Наш работодатель Всевышний дал нам абсолютно чёткие законы нашей жизни. И именно эти чёткие законы и есть наша Тура. Сказано, что Всевышний получает удовольствие в этом мире, в виде, как мы тут создаём сами, каждый из нас, каждый человек, как Всевышний, мы тут создаём мир заповедей и хороших дел. А после этого наша душа, сами которой, да, получает удовольствие уже в том мире, смотря на то, что она сделала в этом мире. То есть, создавая и делая заповеди тут, мы создаём не только этот мир, но и свой, наш будущий мир, да, наш мир, вот тут вот называется, в Хасидуте, в Кабале называется Алам-Олам-Асия, потому что в нём, в отличие от верхних миров, наша душа вместе с нашим телом действует. Если наверху, как я уже сказала, душа может только переживать о том, что она не сделала, будучи тут, да, и с ужасом смотреть на свои прошлые поступки, то в этом мире наша душа действует вместе с телом. Да, и можем исправлять, в частности, совершённые ранее, что значит ранее, в прошлых жизнях, плохие или неправильные поступки. Вы знаете, что есть такое мнение, подтверждённое множеством нашим теломеда и Хахамим, что мы в этом мире не первый раз, и именно для исправления того, что мы тогда не доделали, мы тут и находимся. Сказано, что один час в этом мире, проведённый в покаяниях и в добрых делах, лучше всей жизни мира грядущего. Странно говорят все, попасть в рай, все для этого всю жизнь работают. А тут говорится, что один час тут, когда мы что-то можем исправить, он нам лучше, чем вся наша жизнь-то. Мне очень хочется сейчас рассказать вам один рассказ, услышанный у Раф Ашкинази. Хасидский рассказ был когда-то такой человек, Раби, Раби из Римнова, Раби Менди из Римнов, святой, богобоязненный человек. Как-то приехал в метечко некий еврей, отрицающий Хасидут и считающий эту дорогу неправильной. Он в то время, когда все евреи читают Слихот, да, вы знаете, когда мы читаем Слихот, перед каким праздником, и очень ему захотелось узнать и понять, каким же образом читает Слихот этот Раби, тот самый Раби, про которого он так много слышал. И вот он приходит один раз утром в синагогу и смотрит на Раби с Хасидами. Очень удивлен, потому что, казалось бы, молитва, конечно, это всегда Раби и его Хасиды, они всегда вместе, Раби – это пример. Хорошо, он приходит на следующее утро и опять Раби не присутствует там. Он очень удивлен, но думает, ладно, бывает, случается. Приходит уже на третье утро и опять нету Раби со своими Хасидами. И тут он спрашивает одного из Хасида, скажи, пожалуйста, где же ваш Раби? Я приехал специально на него посмотреть, но его никогда нет на утренних Слихот. Как такое может быть? Все говорили, что он святой, особенный человек, а он не приходит. Но такие важные вещи, как можно быть, чтобы в своей общине он не пришел к своим с Хасидом. Он не сказал бы вместе и Кадиш, он не прочел бы как 13 мер милосердия, что читает у нас Вселихот. И Хасид ему отвечает, мы не следим за нашим Раби. Наверное, он поднимается в высшие миры и там говорит 13 мер милосердия и молится и просит за всех нас. Окей, этого было достаточно этому человеку и он решает, что он выйдет на чистую воду этого самого Раби. Этот Раби просто спит от места того, чтобы встать утром рано перед рассветом и прийти молиться вместе со всеми. А Хасиды просто из уважения, чтобы не дай Бог не обидеть Раби, говорят, что или он говорит Хасидам, что он поднимается в высшие мира. И вот этот человек решает, пойду и посмотрю, чем занимается этот Раби. Он приходит к дому, Раби садится прямо с 12 часов ночи под окном у него и начинает ждать, что же произойдет. И вот уже 4 часа утра где-то там начинает потихонечку лучики света пробиваться и он видит, что Раби встает, одевается в какую-то очень странную одежду, берет полурвану предников, берет какую-то веревку, подвязывается и подвязывает некрасивую и уважительную одежду Раби, как мы знаем, Раби в красивом шелковом или каком-то другом, но красивом халате, в штраймеле, а тут он одевает какую-то простую шапку, какую-то полурваную одежду и выходит из дома. Во дворе он берет топор, большое ведро и идет в лес. Но тут стало уже совсем интересно, да, сейчас время пойти, самое время пойти в синагогу, начать молиться со своими хасидами, а тут непонятно вообще куда-то пошел какие-то свои дела делать. Понятно, что идет точно не для молитв. Человек говорит, пойду я за ним и посмотрю, скоро я узнаю, как он всех обманывает. Вот он идет с ним в лес, и там он видит, что этот Раби рубит дерево и разрубает его наполение, а потом вместе со всем этим он идет на край ихнего местечка, а по дороге вообще останавливается где-то и что-то еще покупает. И тут он видит дом, в который он заходит, и как он узнает, понимает, что в этом доме живет вдова с маленькими детьми, да, и он слышит, как Раби начинает кричать «Доброе утро, Бейли!» Кричит на каком-то очень странном произношении, совершенно непонятно. Он кричит «Это я, Василий, Гой из деревни!» Я тут проходил мимо и увидел, что у тебя опять нету дыма из печки. Я принес тебе дрова, и сейчас я затоплю твоей, чтобы ты и дети встали после сна в тепле, а по дороге, пока я шел по вашему еврейскому местечку, ко мне подошла какая-то еврейская женщина и сказал, чтобы я передал твоим детям молока, так я поставлю на печку вашему молоку, чтобы оно подогрелось для тебя и для детей. Ты спи, ты не вставай, я все сам сделаю, не вставай, не выходи из дома. Как же я смогу заплатить тебе, кричит несчастная женщина, а он ей отвечает, мне не надо платить, в следующем году как-нибудь разберемся. И затопив печку, этот раби идет домой, переодевается в свои обычные одежды и идет к своим хасидам в Бритамидраш, который хотел обвинить этого раби и найти в его поступках что-то плохое, весь просто дрожит и понимает про этого раби я думал плохо. И в этот момент он понимает, что больше всего на свете он хочет стать хасидом этого раби и остаться жить в этом местечке, где есть такой раби, когда в самые важные моменты, когда мы больше всего молимся и просим за других евреев, за что будет дальше в следующем году с нашим еврейским народом, этот раби идет и совершает одно из самых важных вещей, это добрый и хороший поступок с теми, кому это необходимо. Потом, когда он остался жить в этом местечке, и когда его потом спрашивали старые знакомые, «Действительно этот раби, к которому ты уехал, поднимается в высшие мира для того, чтобы прочесть слихот?» Он отвечал, «Он не только поднимается туда, он поднимается еще и выше, он поднимается в мир хэсда и любви, в тот мир, где он помогает бедным и обездоленным». А наши мудрецы, они говорят, главное это не толкование, а действие, и написано, что мы тут находимся для того, чтобы их исполнить. И если есть какие-либо заповеди, связанные с действием, и никто другой не может их исполнить, то наши мудрецы говорят, что мы должны отвлечься от самого важного, от изучения тары. Изучение тары говорится, что это самое главное, что у нас есть. Отвлечься от молитвы, от всего, потому что именно в этом и есть весь человек. И цель человека в этом мире, цель того, что его сотворили, и то, что наша душа спустилась сюда, вниз, это только для того, чтобы мы обращали, как говорит Любович обращение тьмы в свет. И тогда действительно этот мир наполняется славой Всевышней, и тогда мы выполняем наше предназначение. Интересно, что человек, он привлекает Всевышнего в свои поступки, в отражении своих поступков, как он на самом деле освещает вот все, что всех тех, кто находится вокруг него, всех тех, кому он помогает. И добрые дела, на самом деле, наши добрые дела изучения тары, это и есть та самая щена, про которую все говорят, да, сейчас люди находятся не в синагогах. Это говорят, щена только там, где мужчины 10 человек миньян, а сейчас нам говорят молиться дома. Чем мы можем это заменить, что мы можем делать, да, для того, чтобы, как я вам сказала, для того, чтобы щена была вместе с нами. Когда человек читает Тору, Куре, Крия, данный, человек читает Тору, да, Куре, это называется Крия, и это означает, что своим изучением и своим исполнением и своими молитвами человек зовет Куре Всевышнего, чтобы он как бы пришел к нему, и зовем мы этого Всевышнего, как мы зовем друга, как маленький ребенок зовет своего папу, чтобы он пришел к нам, и он был вместе с нами, и ни в коем случае никогда от нас не отходил и не отлучался, чтобы никто из нас никогда не остался тут один. И поэтому написано, что близок Всевышний ко всем зовущим его, ко всем взывающим к нему в истине, а истина это не что иное, как Тура и Масим Тувим наши хорошие дела, основанные на заповедях Ты. Я надеюсь, что я смогла ответить на заданный мне людьми вопрос, но если у кого-то есть еще какие-то вопросы, то пишите мне или в личку, или тут под уроком, и в дальнейших уроках я постараюсь на них ответить. Алюбович Искеребе говорит, что каждый раз присутствуя на уроках и уча что-то новое, мы должны взять на себя что-то, что поднимет нас в этом мире хотя бы еще на одну маленькую ступеньку. Поэтому я буду рада, если кто-нибудь из вас возьмет на себя что-нибудь хорошее, какой-нибудь хороший поступок, какое-нибудь хорошее дело, и с Божьей помощью поднимется немножечко еще по лестнице ваших хороших дел. Хорошего вечера вам, всего хорошего, на этом мы закончим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok